Друзья, вот мы и подъезжаем к съезду на Гатчину. Осталось 900 метров, а до места нам еще 36 километров. Так что, ребятки, время еще есть. На часах у нас 6.50, 57. А температура за бортом всего 2 градуса. Но это уже лучше, потому что это плюс, чем минус 2.50, как было ночью. Так, вот он съест на Гатчину. Так, я уже думаю, тут не заблужусь. В принципе, и навигатор так и ведет, и указатели везде. Да, красивых и ровных наделали развязок. Ныряем мы сейчас под М-11, которая дальше пошла на Санкт-Петербург, а нам немножко по другому адресу. Да, ночью ехать, конечно, тяжеловато в плане отдыха. Хочется поспать. А с другой стороны транспорту меньше и поменьше вот этой летит грязи. Потому что трасса сырая, как кто-нибудь обгонит. Так, все, подъем опять этой водной глади. Точнее, водной пыли. Так. Едем через транспортер. Все, транспортер принят. Все отлично. Сигнал прошел. Денежки улетели. Поехали, ребятки. Осталось совсем, совсем немного потрудиться. Потом позавтракать и ждать, когда начнут разгрузку. 90 метров. 60 метров. Поехали. Так, ну все, платный участок у нас закончился, теперь пошел бесплатный, но темный. Ну, здесь, в принципе, прямая дорога, то есть здесь особо-то нигде ни поворотов, ни спусков, ни подъемов нет. По-моему, только переезды будут. И светофоры. Но до них еще покадали. Прошли мы 95-й километр до Гатчины, он нам пишет 29. Осталось дорожный указатель, впереди у нас светофор. И должен быть переезд. Да, светофор, что-то красный давно уже горит. Заприметил я его давно. Значит, отводится больше времени к другому направлению. А, ну вот и поехали. Так, светофор прошли. И где-то рядышком должен быть переезд. Вот он и переезд. Однопутная железная дорога. Да уж, значок стоп. Отметимся. Здесь, возможно, и камеры стоят. Да и переезд-то тут сильно не разгонишься. Плита он уже продавили. Подъезжаем мы еще к одному переезду. По-моему, их всего два здесь, да? По крайней мере, на нашем пути. Дождемся, когда он немножко съедет. Так, здесь вон сошла к Бауму переезд. Дежурный здесь по переезду сидит. Дежурная. Да. Переезду быстро не проедешь. Латышка, здесь у нас дома какие-то брошенки. Заколоченные. Название такое Сусанина. Я свой навигатор так зову Сусанин. Ну что, еще каких-то 15 километров. И мы на месте. Да, небо вроде немножко начинает светлеть. Скоро рассвет. Я думал, что он в Питере пораньше будет. Но нет, время 7 часов 10 минут. И пока еще только-только забрежил. Друзья, ну что, осталось нам до места 6,5 километров. Прошли мы 73-й. Идет с обыванием у нас километраж. За бортом 2 градуса со снежинкой. Но с плюсом. На часах 7-18. И надо же такого вам. Пошел дождь. Пошел дождь. Все было сухо-сухо. И на тебе. Когда вот именно подъезжать и надо выходить. И вот такая бяка. Ну ладно, ни сахарные не растаем. Сейчас главное найти, где припарковаться. Ну, сначала, конечно, контору. Хотя Сусанин меня ведет. Вроде бы все правильно. Я ему доверяю в последнее время. Точнее, я сначала на обоих навигационных системах адрес поставлю. Если они все ведут одинаково, значит, все правильно. Да. Водные процедуры я сегодня уже сделал на Лукойле. А вот позавтракать отложил я как раз на потом. Чтобы, думаю, приехать сейчас не спеша. С небольшим запасом. Рассказали к 8, значит, будем к 8. Я думаю, что раньше-то они не откроются. Главное, чтобы не живая очередь была. А то сейчас приедешь, как в живую очередь встанешь. И будешь стоять. Ну, я первый раз сюда еду. Поэтому всех еще правил здешних не знаю. Сейчас мы вместе с вами это все и посмотрим. Так, ну что, на этом повороте. Яхая его тоже сделали, да? Поворот, смотрите. Полосу сделали направо. А потом она уходит опять в левую полосу. Для чего такую обманку делать? Я думал, сейчас уже встану в правую полосу на правый поворот. А нет. Пришлось возвращаться. Так, ну что. Когда работает светофор, знаки приоритета не действуют. То есть останавливаться нам перед знаком стоп не обязательно. Повернули мы в сторону Гатчины. И осталось каких-то 3 километра 800 метров. Так, рассвет вроде бы как хочет начаться, но пока темно. Ну вот мы и подходим к развязочке. Сейчас переедем через путепровод через Киевское шоссе. И где-то, где-то совсем будет рядом наша первая точка выгрузки. Ну что, сегодня понедельник. Движение потихоньку оживает. По Киевскому шоссе уже побежали. Так, ну что. Где-то здесь, ребятки. Где-то здесь поселок Пригородный. Это я так понял, мы даже не будем езжать в Гатчину. Вот он, Пригородный поселочек. И через 690... А, да-да-да-да-да. За железной дорогой. А на железной дороге горит у нас светофорчик. Так, светофорчик идет в поезд. Придется нам немножко подождать. Ага, товарный поезд, смотрю. Электропоезд прошел. Да, пока еще темновато нам окрестные местности посмотреть. Но уже скоро, скоро, ребятки, настанет день. И хотелось бы, чтобы он был сегодня солнечный. Но если не солнечный, то хотя бы не дождливый. Да, впереди у нас тянут товарные вагончики. Что ж, придется подождать. Ну вот и все, переезд открылся. И я в это время как раз посмотрел карту Яндекс.Навигаторов. И он как раз показывает, что у нас за переездом наш адрес. Только в такой вот темноте не больно-то удобно разглядеть. Тут еще и дорога пошла вдоль железнодорожных путей. И вроде как шлагбаум там должен быть. Склады-то вроде вот они справа. Фуры стоят, смотрю. Эх, опять переезд. Только-только проехали. И за нами уже закрылся. Вот так вот. Вот наш адрес. Адрес. Ну я смотрю, тут все. Все со шлагбаумами. Так. А встать? Встать пока без понятия. Ну раз мы сюда, значит сюда. Сейчас, друзья, я все узнаю. И мы продолжим. Так, ну все, ребятки. Нам таможня дала добро. Сказала контора здесь. Приехали правильным и по адресу. Сейчас только нам доехать до склада. И сходить, отдать документы. Ждать звонка. Ждать звонка. Но офис работает с 8 часов, а время 7.34. Значит у нас еще полчасика. Можно как раз поставить и позавтракать. Поставить чайку. Кофейку. Быстренько позавтракать. Ну что быстренько? Куда сейчас торопиться? Мы уже на месте. Приехали вовремя. Надо еще определиться. Сказали, машин много. И встать там. Встать места нет. Сейчас посмотрим. Езжайте, говорит, до упора. Повернете налево. И через переезд. Можно, говорит, пешочком сходить. А если место будет, можно и на машине проехать. Де-хо-яй, тут вот это горки. Я думал, тут все по прямой. Тут еще вверх и вниз. Да, справа у нас железная дорога идет, по которой мы сейчас переезжали. А тут складские помещения. Еще, наверное, с советских времен постройки. Так, до упора. Понятно. Доехали до упора. Сейчас налево. Но другой дороги нет. И этот там немножко разбито тут с ямами. А вон там, где машина тоже стоят. Ну что, поедем туда. Здесь вот, не знаю, или сходить пешком. Нет, поехали. Думаю, для одной машинки местечко найдется. Вот он, переезд. Если что, возьмем, да, развернемся, уедем. Большие тут склады, так. Ехаю. Эх, это вот столько все сюда. Я до вечера-то успею выгрузиться, нет. Мне еще в одно место ехать. А ну вот и места как раз освободились. Вот и припаркуемся. Ну вот, а я хотел пешком идти. Тут как раз еще на две фуры. Это что написано? Парковка и стоянка запрещены. Вот это плакат. А как же парковаться-то, если склады идти? Ну что, друзья, вот мы и прибыли. В поселок Пригородный. Это как раз он пригород города Гатчина. И пойду я узнавать насчет того, кому сдавать документы. Потому что я смотрю, машина уже паркуется. Значит, наверное, склад уже работает. Ребятки, я ненадолго вас оставлю. Вы никуда не расходитесь. Впереди все самое интересное.